Дамы и господа, доброго времени суток! Стоит возродить нашу старую добрую традицию Новости недели, слухи, скандалы, утечки, сливы Все, что касается Red Dead Online и не только В этом видеоролике мы поговорим с вами о Возможном будущем обновлении И первых начинающих слухах по этому поводу Обсудим слова TS-Fans на GTA Forums Обсудим наш РП-сервер Wild World И многое-многое другое С вами Готика Сократ Погнали! Ну и первым делом, что стоит обсудить Это еженедельное обновление Вдвое больше долларов и опыта За сюжетные задания самогонщика И задания по бутлегерству Скидка 50% на перенос хижины самогонщика Вдвое больше опыта роли За события свободного режима для натуралистов Все противоборства и гонки начисляются вдвое больше опыта и золота Подарок от Rockstar войдите в Red Dead Online на этой неделе То есть до 26 числа и получите 3000 очков опыта клуба и 5 сильных лекарств Владельцы бандитского абонемента 4 получат бесплатный жилет, рубашку и шляпу до 15 уровня Достигшие 50 уровня клуба получат предложение Скидку 40% на брошюру не для роли Скидка 30% на мультиклассовые лошади Скидка 30% на все пистолеты Скидка 40% на все оружейные пояса и вторые кабуры Скидка 40% на всю верхнюю одежду А также бонусы Prime Gaming Это бесплатная лицензия охотника за головами Это отделка тюремного фургона Аметисовая И игроки, которые до 15 февраля зарегистрируются в Prime Gaming Получат скидку 50% на револьвер Лима и Пончо Бесплатную вторую кабуру А также 100 скоростных патронов И 100 разрывных патронов для револьверов И это, кстати, не все Скидка в 5 золотых слитков на бандитский абонемент 4 уровня Теперь он стоит 35 золота Если вы копили золото для того, чтобы купить его потом И разблокировать все награды Сейчас его самое то брать Для того, чтобы восполнить всю голду И получить ее слегкой обратно Значит, по поводу пистолетов Это у нас маузер, волканик и полуавтоматический Не забывайте, что вдвое больше опыта и золота Это за серию противоборства всю Начиная от захвата, перестрелок, избранную На выживание и также гонок Что касается лошадей Мультиклассовые это лошади ролей Лошади охотник за головами И так далее, так далее Вот тут можно брать абсолютно любую лошадь Которая вам нравится по внешнему виду Это будь допустим ахалтыкинская Золотисто, темно-гнидая, серебристая Без разницы, которая раньше стоила 950 долларов Сейчас стоит 647 долларов Ставите седло на кодоча Закрытые стремена И погнали, ваша лошадь бегает по бесконечности Еженедельная коллекция Мадам Назар 85 долларов Это карта Таро Рыцарь мечей Кварцевой наконечник стрел И кольцо с кораллом горлант Вот, собственно, вот такие обновления на этой неделе Скудно, мало Но это лучше, чем носки и бобы, которые были раньше Переходим к следующей информации Это непосредственно первые слухи, интриги, скандалы и расследования Ну, конечно же, хотелось бы сказать отдельное спасибо нашим спонсорам канала Вовка СПБ, Алексей Котов, Анастасия Морс А также другие спонсоры, которые поддерживают наш канал Станови Ситым всего 49 рублей в месяц Это даст тебе возможность получить уникальную роль в нашем Дискорде Ссылки в описании под роликом А также принять участие на закрытом альфа-тесте нашего РП-сервера От уровня Апостол Готики и выше попадают туда бесплатно И получают плюшки на релизе На релизе игра будет абсолютно бесплатна Сейчас, на данный момент, мы тестируем одежду и нашу экономику на сервере То есть, это установка цен и работ Сейчас, на данный момент, к релизу готовится выход нового патча В который будет добавлена недвижимость Где вы сможете покупать дома Сможете покупать ранчо Как вы видели в предыдущих роликах Мы уже можем сажать культуру, кукурузу, картошку Выращивать ее После чего мы ее продаем И первые зачатки крафта То есть, это бизнеса Не забывайте, что работаем мы 24 на 7 над этим сервером И все тестеры получают возможность участвовать и следить за жизнью проекта В режиме live 24 на 7 Испытывают баги, тестируют и смотрят Становись и ты им Подписывай спонсорку Получай классные смайлики на наших стримах А также особую роль в дискорде Ну и переходим непосредственно к скандалам и сливам и слухам Тесс фанс предположил еще несколько недель назад Относительно того, что новая Прошу еще раз обратить внимание Новая система выдачи заданий Будет связана через почтовые телеграммы То есть, теперь сюжетные задания А также сюжетные квесты Будут выдаваться через телеграмм То есть, через почту Которую можно будет взять на каждой станции Либо у вас в ящике в лагере Что тут примечательно В этих слухах они, то бишь, рокстар Пытаются переделать систему получения квестов Для того, чтобы ежедневные задания не были такими Что вы зашли в игру Нажали L, задания и получили Вы будете получать их через персонажей И все последующие квесты внутри игры На роли и так далее Будут уже идти через NPC и персонажей То есть, рокстар хотят, чтобы мы больше взаимодействовали с этим миром Это официальная утечка, которая прошла Но Янг дал интервью Который инсайдер от ОГТА Мы все его прекрасно помним Он давал классные инсайды Сказал, что К сожалению, рокстар может и владеет информацией о будущих обновлениях Но работники не могут ее разглашать В силу юридических моментов То есть, если какой-то сотрудник даст где-то информацию Он может попросту лишиться работы И больше ее нигде не найдет в игровой индустрии Мы все знаем, как рокстар бережет Бережет свои секреты Но Тесфанс это датамайнер И в скриптах он находит определенные интересные вещи Так вот, сейчас, на данный момент На GTA, Форумс и Фотчане Обсуждают будущее обновление Которое, возможно, выйдет уже весной этого года Следите за новостями Обязательно на этом канале Как только какие-то интересные вещи всплывут Я обязательно создам отдельный ролик по этому поводу На данный момент идет обсуждение О создании отдельной ветки Ветки квестов Которые могут быть уже в Red Dead Online Этой весной Туда будут входить не только ежедневные задания Но и будущие миссии по Red Dead Online То есть, вы не будете подходить уже там Куда-то какому-то NPC Условному там к доске подошли задания Взяли или где-то дистанционно А цепочка квестов Которая была найдена и удалена из игры Вот такие вот интересные новости Интересно, кстати, еще один момент На GTA, Форумс обсуждают следующий Что GTA 6 и будущий Red Dead Online будут взаимосвязаны То есть, в GTA 6 не будет онлайн А скорее всего, онлайн будет расширяться до уровня GTA 6 И это означает, что игра Red Dead Online за 350 рублей Которая вышла сейчас Будет независимо уже обновляться Не касаясь сюжетки Что это дает? Это раскрывает потенциал разработчикам Заниматься уже непосредственно отдельной игрой Не вкладываясь в Red Dead Redemption 2 И отвязаться уже от того движка И тех скриптов И если выйдет следующее обновление Которое уже будет задействовать консоли Следующего поколения То Red Dead Online Также обновиться до консоли Следующего поколения И обновление будет уже глобальное В этом году мы ждем Огромное количество обновлений Связанных с переходом на консоли Нового поколения Вот такая информация сейчас Блуждает по просторам GTA Форумс Ну а с вами была Готика С вами был Сократ Подписываемся на канал И пишите в комментариях Что вы ждете от этого года И какое обновление вы хотели бы видеть Ну и конечно же обсуждаем Наш РП сервер Wild War Это иными словами Gothic Project Спасибо, пока